Олечка, ну ты говоришь, что не всегда все было гладко, и в твоей жизни тоже были проблемы. И вот с чего ты все-таки начинала? Какие были первые шаги? С чего нужно начать человеку, который хочет выйти из этого состояния? На самом деле человеку необходимо принять решение выйти из него. Потому что никто не поможет человеку, я по своему опыту могу сказать, кроме самого себя. Когда я это поняла, когда поняла, что помощи нет, ниоткуда, я просто подумала, что так быть не может. Если я уйду, то все останется так же, как и прежде. Мой муж останется, моя дочь, все мои близкие, а меня не будет. Вот это меня как-то так встряхнуло очень хорошо. И я поняла, что нужно действовать. А как действовать, я не знала. Но я приняла решение действовать. Вот это самый первый шаг принять решение. Действовать. Не сидеть, не ждать, когда тебе кто-то придет. А действовать, выходить на действие. А как я не знала. Тогда я просто начала просить. Просить, просить, просить. Перед сном прошу молить и мне, дать мне информацию. Пришлите мне людей, пусть ко мне придут люди. Или какими-то своими словами. И ко мне пошла информация. Я начала пробовать одно, другое, третье. То есть мне что-то помогало, на что-то вообще я не реагировала. Те методы, когда на тот период, которые мне приходили, мне сначала, ну, они как-то мимо шли, не помогали. Я не останавливалась. Я просто уже включила какой-то, я не знаю, что это было, какую-то команду, вперед и все. И ко мне и шли, и начали идти люди. Какие-то, знаете, книги непонятные на тот период для меня. Совершенно непонятные. Потому что, ну, фитнес тогда был как-то понятным. Фитнес там, так даже органы. Мне это не помогало при моих проблемах. И вдруг пришла книга про дыхательные практики. И я стала практиковать. Я прочитала эту книгу сразу. Ну, вы знаете, за один вечер, поздно легла, почти ночью. И я прочитала. И сразу стала практиковать. И мне помогло. Я уснула. Через неделю пришли боли головные. То есть я как глоток в воздухе вздохнула. И у меня так крылья выросли. И я решила, что это так будет всегда. Через месяц я бросила. У меня за этот месяц у меня сразу лишний размер ушел. То есть я стала отстранеть. Я так думаю, что это теперь останется навсегда. Но все стало продолжаться. Опять. Опять вернулись. Головные воли. Забунтовал кишечник. И я опять стала заниматься. Опять стала заниматься. А затем я уже видела, что, ну да, это мне помогает. Но опять вот мозг, как я теперь понимаю, он меня дурил. Я, наверное, опять бросила. И так было раза 3-4. В конечном итоге мне стало в какой-то момент так плохо. И что я решила, что, ну все, хватит заканчивать с этой игрой. Туда-сюда, хочу-не хочу. И решила смотивировать себя навсегда. То есть я дала себе просто слово. Я это буду делать всегда. И что бы ни случилось с жизнью, этим я буду заниматься теперь всегда. И все. И сразу пришло, знаете, второе дыхание открылось. Вдохновение. Такое вдохновение, такое, знаете, что-то, что-то такое непосвежимое. У меня выросли крылья. Я восстановила почти за год свое здоровье. Все наладилось. И тогда я решила узнать, откуда это. Когда я начала спрашивать, откуда это, то ко мне пришла другая информация. Оказывается, это все техники нашли из насизма от китайского мастера. Ван Тэк Че. Конечно же, я нашла его. И поехала к нему учиться.